Всем здравствуйте! Вы на канале YouTube и Лена Франц. Жизнь сибирячки во Франции. И начинаем новое видео, новый блог. Вы меня очень многие спрашиваете, Лена, почему больше не рассказываешь и не показываешь свои фигменты и пятки. Почему не рассказываю, почему не показываю, потому что я считаю, что прошло еще очень мало времени. То есть я ходила к дерматологу. Не буду обманывать, наверное, если посмотреть мое видео, когда я вам все рассказала, примерно, наверное, 2-3 недели. И использую мои средства, которые я вам показывала, которые выписал дерматолог всего около 3-х недель. Поэтому результата еще как такового нет. Вот сейчас я совершенно без макияжа, я нанесла, то есть без макияжа нет у меня тонального крема. Я нанесла только солнцезащитный крем. Сейчас я покажу. Вот они все мои пятна. То есть никакого большого результата нет. Не темнеют они, ну и сильно не бледнеют. Поэтому я пока вам ничего не могу сказать. Поэтому я всегда поэтому, поэтому, простите. Я говорила, что сразу же не покупайте крема, как я. Потому что нужно пропользоваться ими 3 почти месяца. И потом уже посмотреть на результат. Если он результат будет. Мы же хотим все очень быстро. Я тоже подумала, через 2 недели почему-то никакого результата нет. Единственное, что мне нравится, что кожа стала немножечко ровнее. То есть вот эти подкожники, мне кажется, стали лучше. Не знаю, уж это крема работают. Или питание. Или все вместе. Поэтому да. Еще раз покажу. Все, что он мне выписал. Вот эти крема наношу. Только на ночь. Вот этот наношу. На ночь 10 минут жду. И наношу с пептидами. Поэтому я вам буду рассказывать. Ну, постепенно рассказывать. Но это не факт, что они все эти пигментные пятна уйдут. Он мне сказал. Может быть, они сроду и не уйдут. И придется делать пилинг и другие процедуры. Ну и пока я здесь нахожусь в ванной. Я сразу покажу мои новиночки. Так как хотела показать и забыла. В аптеке я купила новый дезодорант от Виши. Увидела у блогера, у блогера известного, Лизу Анейра. И купила. Хотела заменить свою Виледу. И что я вам скажу. Мне он совершенно не понравился. Этот дезодорант от Виши. Антитранспирант. Она его хвалила. Мне совершенно не понравился. Лучше бы я купила Виледу. Оставляет какое-то мокрое ощущение. И не защищает. Ютуб не всегда нам в помощь. А может быть потому, что мы все разные. Хотя Лизу я очень уважаю и люблю. Также я купила капельки с витамином С от Виши. Тоже мне посоветовала. Но не на ютубе мне дали совет. Это дала одна француженка. Они новые капельки эти. Я думаю, что они вышли и у вас тоже. И вот я ими уже пользуюсь почти две недели. Так как солнышко уже не активное. Хотя витамин С можно использовать. И да. Результат мне нравится. Сейчас допользуюсь. И потом я с вами еще раз в пустых баночках поделюсь. Это мне посоветовала моя сестренка. Она обожает этот шампунь от Andesange. Тоже именно вот такой темно-синий. Который называется H-Sublime Orchidea. Темная Орхидея. Она сказала, что это просто замечательный шампунь. Что я его должна попробовать. Я его купила, но еще не пробовала. Как только попробую, то обязательно вам дам знать. А это один из самых лучших гелей для душа. Его тоже уже давно мне посоветовала моя сестренка старшая Оля. Антиполюсион, Зеро парабенов, Зеро колоран, колоран красителей и Зеро этаноль мыла. По-настоящему запах замечательный. И он, у него эко-лейбл не раздражает кожу. Покупаю уже третий раз огромную бутылку. Кстати, я вам все время забываю рассказать про гели для душа. Была по французскому телевидению передача, где выступал самый главный дерматолог Парижа. И он рассказал, какие гели для душа нужно покупать, какие гели для душа не нужно покупать. И то же самое про мыло. Как мыло, я думаю, что у вас тоже его продает. Тоже продается мыло, как и во Франции, потому что эта марка очень известна, которую не нужно покупать. Если вам интересно, дайте знать в комментарии, все расскажу. И вот купила для кончиков волос от Эльсеф. Что-то новое, попробовала несколько раз. Ну, что могу сказать. Ничего особенного, ничего такого особенного я пока не заметила. Вот такие покупочки у меня были. Листья у нашего дикого винограда стали красные-красные, бордово-красные. Красиво, очень красиво. Единственное, что они, конечно, начинают опадать. И Александру приходится и мне тоже убирать террасу каждый день. Но вчера был дождь, поэтому мы ее не убирали. Сегодня странное явление. Сейчас покажу вам. А, кстати, у нас расцвели цветы. Мы думали, мы купили их в зернышках. И они просто-напросто выпускали листья, но не цвели. Вот сейчас колокольчики зацвели красиво. И посмотрите, что сегодня творится. В Провансе на белье везде, просто везде-везде-везде у нас летучие муравьи. И я не знаю, как их правильно назвать. Они прям везде. И сегодня это что-то. Все приходили и говорили на работу, что что-то творится. И я вот не знаю, что это такое заявление. Первый раз такое я вижу в Провансе, что их прям за один день куча. Что с ними делать, я даже не знаю. Они, наверное, и в дом. Может, у них сезон какой-то, и это нормально. Кто знает, напишите мне. Я уже сходила в магазин, потому что у нас пятница и вечер пиццы. Буду стряпать свою пиццу, которая есть на канале. Диетическую тесто, помните, которое я покупаю. Биологическое из необработанной муки. То есть компле. Злаковый, необработанный. Что попало, говорю. Купила салатик. В принципе, нечего мне здесь показывать. И мне задавали вопрос, сколько стоит у нас рыба. Я не знаю, почему во Франции рыба достаточно дорогая. Вот посмотрите. Стоит килограмм простой рыбы. Это самая простая рыба. Я всегда стараюсь покупать свежую. Я не люблю замороженную. Это не то, что я против заморозки. Нет, есть хорошая заморозка во Франции. Но вот именно рыба замороженная мне совершенно не нравится. Потому что, когда ее размораживаешь, одна вода. Ну, и мне не нравится. Я вот покупаю, чтобы написано было с уважей, что она дикая. И килограмм рыбы стоит 21 евро 96 сантимов. Почти 22 евро. И вот за такие два маленькие кусочка, это на одного человека. Вот мужчине не наестся. 5,49. Напишите мне, пожалуйста, дорогие ли у вас морепродукты. Исколька примерно стоит килограмм рыбы. У нас килограмм красной рыбы стоит тоже около 20 евро. Если, конечно, есть скидка, мы стараемся всегда купить. Вот. И мясо, и рыба во Франции дорогие. Также мне задавали вопрос, я вспомнила, сейчас сразу покажу, как я выбираю сливочное масло. Одна из моих самых любимых марок, то есть производителей, это Le Galle. Наверное, кто живет во Франции, девочки ее знают. И вот оно производится в Нормандии. Как я выбираю? Смотрю по составу. Самое главное, что в сливочном масле было всего два ингредиента. Это само молоко, крем-дуле пастер-елизе. И тут может быть написано, где производится это молоко. Вот это в Британии. И фермент, который и делает масло. И, в принципе, не должно быть ничего другого совершенно. Никакое обезжиренное масло я не покупаю. Ни там минус 25 процентов, ничего. У меня муж единственное любит, посмотрите, какое оно желтое. И на вкус оно по-настоящему как домашнее масло, которое у нас было в Сибири, которое делали, мы ходили к одной женщине, которая делала свое масло. Муж у меня любит, когда еще в масло добавлена морская соль. Я предпочитаю без соли. И вот еще раз покажу марку, которую мы покупаем. И про сыр также мне задавали вопрос. Написано ли на сырах во Франции процент жирности. У меня в основном вот здесь упаковочка уже... У меня немного сыров, чтобы показать. Сейчас покажу. Переверну, чтобы ничего не вытекло. Да, обязательно написано процент жирности. Посмотрите, по-французски это матьерграсс. Вот здесь написано, что в этом сыре 30%... Ой, 30 грамм на 100 грамм жира. И это Донг Граса Тюре 22. На этом сыре... Сейчас тоже перевернем. Это мой сыр любимый. Здесь 15 граммов. Так, Асид Граса Тюре 10 и 8. 100 граммов. Обязательно, везде-везде пишут. Еще могут большими буквами написать на самой упаковочке. Забыла, про сыр же обещала рассказать. Особенно для детей, которые стоит покупать или не стоит. Вообще, когда покупаете сыр, обращайте внимание на состав. В сыре должно присутствовать всего 3 компонента. Как говорят французам. Это молоко, любое молоко. Или коровье, или козье, или овечье, как и здесь. Затем фермент, который делает свой сыр. И обязательно соль. Если идет огромный список чего-то другого, загустителей и всего такого, французам не рекомендуют покупать сыр. И также они говорят, чтобы... Лучше всего, конечно, покупать сыр без вот этих пластиковых упаковок. А во Франции есть такие полки, где можно купить сыр на отрез. То есть попросить отрезать кусок от большого куска. Это, конечно, намного лучше. Но я честно скажу, не все французы это делают. Потому что, ну, французы тоже экономят на всем. Вы все это знаете и стараются покупать. Единственное, что если покупаете сыр, то, конечно, покупайте сыр, где намного меньше ингредиентов, как я уже сказала. Моя диетолог, так я еще и не сделала видео, она за вот такие свежие сыры, мягкие. Она говорит, любые мягкие сыры. Когда худеешь, то лучше всего, чтобы сыр был мягкий. Такие как вот шевра, то есть козий. Также можно купить камамбер. Также можно купить бри. Но чтобы они были мягкие. В твердых сырах мы понимаем намного больше жира. А детками, у меня, наверное, есть в холодильнике, сейчас покажу. А и нету уже ничего. А вот один есть, сейчас покажу вам. Я всегда Владу покупала, он у меня обожает сыр кири. Это квадратиками. Он его просто обожает. Но они сказали, что кири, вот эти плавленые сырки, они очень плохие. В принципе, я если куплю как-нибудь, потому что он все равно будет иногда у меня просить, я покажу, что там написано на коробочке, с другой стороны, вы сами увидите, что список-то там не из трех ингредиентов. И вот они сказали, поменьше покупать кири, поменьше покупать такие фантомчики на палочках и поменьше покупать апперикюп. Это такие маленькие сырки. Ваш кири делает различные плавленные на аперитив. Какой сыр они советуют покупать детям? Вот такой вот. Он называется во Франции Fissilo. Не знаю, продают или нет. Это твердый сыр, но в нем, вот, кстати, неплохие ингредиенты. И еще, знаете, такой сыр круглый, может, у вас продается. Напишите мне, который называется Baby Bell. Он в таком, как в красной упаковке, как будто, не знаю, как, какая-то, как назвать эту упаковочку, но она такая красная, как будто снимает, можно ее снять. Привет, Владислав. У нас уже вечер. Влад приготовился к школе уже такой весь красивый. Намылся. Кстати, у нас через неделю каникулы, детские каникулы, осенние каникулы. Я сушу все свои цветы, так как несколько дней был дождь, как я вам уже вам рассказывала. И нужно все высушить. И, скорее всего, завтра я буду их все заносить домой. Нужно проверить землю, потому что у нас колопандры, и они могут залезть в землю. И чтобы они не оказались в доме, нужно завтра будет всю землю мне проверить. И все. Уже направление зима, я так думаю. Но зима – это тоже прекрасное время. Будем ждать Рождество. Всем огромное спасибо, кто остается с нами на нашем канале YouTube или на Франс. И до новых встреч в Провансии. Если видео понравилось, то поставьте пальчик вверх. Рождество.